С самого создания игры CSGO, система званий еще ни разу не обновлялась. Но вообще будет ли это когда-то? И почему они это не сделали раньше? Это вы узнаете в этом ролике. Ну и ребята, большое вам спасибо за то, что вы подписываетесь на мой канал. Так как нас почти 300 тысяч. И давай быстрее успей подписаться. Я тебя жду. Ну а меня зовут Алекс, и я вам желаю приятного просмотра. Розыгрыши, честный дроп, интересные конкурсы. Тебе интересно, где все это можно найти? Заходи на forcedrop.net. Только у нас ты найдешь самый мощный дроп. Систему лайфтрейдов. Авторские кейсы от топовых ютуберов. forcedrop.net. Бери от жизни лучшее. На самом деле все вы знаете, что я сейчас суприм. И моя сейчас реальная цель это апнуть глобала. Ну и практически каждый день я играю и играю. И ребята, я выиграл 6 каток подряд. И меня не повысили. И после этого у меня реально сильно пригорело. Так как я был на первых и вторых местах. Но этого почему-то не произошло. Ну и буквально вчера мне еще подписчик отписал. Как ты считаешь, типа Алекс, изменится ли система званий на Source 2? Ну и ребята, если вы как и я считаете, что наша система званий в CS GO на самом деле уже устарела. И апнуться довольно таки сложно. Тогда поставьте лайк. Итак, начнем разбираться. Почему же все-таки нет обновлений званий в CS GO? Не считая ту, которая всех резко даппала. Я думаю, это многие помнят примерно полтора года назад. К этому мы еще вернемся. Я думаю, у каждого была такая ситуация. Что в одной катке вы прям тащите, вы прям на первом месте, вы изи выиграете 16-0. А во второй катке вас жестко разваливают. И очень странно, никакого баланса нету. Допустим, вы Биг Стар. В одной катке вас кинет калашам. А во второй катке вас кинет ко вторым Беркутам. Это, кстати, я знаю по своему опыту. И вот, ребята, я думаю, многие смотрели ролики на ютюбе, как повысить звания в CS GO. Забудьте, это всего лишь теории. Но вообще все звания в CS GO построены на системе рейтинга ELO. Что это вообще такое? Каждый раунд будет рассмотрен как отдельная партия в шахматы, где команда с более высоким ELO предполагается как победная. Каждая команда состоит из пяти игроков, у которых может быть как одинаковый ранг, так и разный. Следовательно, суммарная ELO всех игроков учитывается при предсказании того, какая из команд вероятнее победит. Игрок, у которого меньше ELO, чем у остальной команды, потеряет меньше очков. Нежели игрок с большим ELO. Ну и наоборот. В общем-то, эту информацию я нашел в Steam Community, а именно в системе рангов в CS GO детальный разбор. Но все равно, пока что я понимаю, что еще ничего не понятно. И скорее всего, вы только запутались. Так как эту систему званий пока что еще точно никто не разгадал, ну и нам приходится пока что только создавать какие-то теории. Но не так давно мы смогли увидеть новую, скорее всего, прототип новых званий в CS GO. Но это лично мне так показалось. А именно во время вот этой операции Гидра, когда только вот вышел режим 2 на 2, кстати, про который я даже снимал отдельный ролик, туда внедрили какие-то новые звания, которые совсем не были похожи на которые у нас в настоящем матчмейкинге. То есть там, калаши, сильверы, голдновы и так далее. Она была построена совсем другим способом. И честно говоря, мне кажется, что это был какой-то тест или же прототип этих новых званий. Что там было такого необычного? Да то, что скорее всего их могли сделать бы бесконечными. Так как они были 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и так далее. Там не было такого предела. Допустим, вы апнули глобала и все, и конец уже игры вашей. Было то же самое примерно как в доте. Кто не знает, там бесконечное звание. То есть вы можете апнуть 10, 20, 30 тысяч ммр. Конечно, этого пока что еще никто не делал, но это возможно. Ну и на самом деле, такой вид званий намного-намного лучше. Так как у вас никогда не заканчивается интерес. Вот вы апнули глобала и что дальше? Все. Вы уходите на эссея, на фейсит. И то, если вам просто-напросто уже не надоело играть в эту игру. А что в доте? В доте вы играете, играете и набиваете себе этот ммр. Да, и распределяет вас немного даже лучше. Тут вас может кинуть то к калашам, то к беркутам. А там вас кинет примерно в ваш диапазон ммр. Ну и Valve, как я понял, пытались это повторить в CSGO. Ну, посмотрим, что будет в дальнейшем. Так как это будет реально выгодно для компании Valve. Так как не забывайте, что многие игроки уходят не из-за того, что типа им игра не нравится. И просто-напросто прошли. Конечно, таких людей не так уж и много. Ну и теперь будет лично моя и прикольная идея для компании Valve. Какие лично бы я хотел видеть. Ну и конечно же вы, так как я проводил опрос в своей группе ВКонтакте. А именно добавить какие-то промежуточные. То есть, допустим, промежуточное звание между Биг Старом и Орлом. Или между Супримом и Глобалом. А возможно между Голдновой и Калашом. Ну и честно говоря, было бы прикольно, если бы это добавили. И я уже просто уверен, что многие уже в комментариях написали, что обновление званий было, но очень давно. Кстати, про которое я говорил немного ранее в этом ролике. Ну и зачем же его делали, если толком ничего не поменялось? Да, все как бы просто. Раньше была реально какая-то странная статистика в этой игре. Реально высоких званий было очень много, а низких званий было очень мало. Ну и чисто по логике подумайте сами. Много кто прошел эту игру очень быстро. И в тот момент даже у меня был Глобал, ребят. Ну а потом меня просто понизили до Суприма. Как допустим мой подписчик был Калашом, Астал Сильвером и так далее. Ну и зачем это было сделано? Да потому что, чтобы людям усложнить немного игру. Чтобы они в нее играли дольше. И чтобы они ее прошли не так быстро. Ну и конечно же, чтобы они остались с ней на дольше. Так как я думаю, что вы поняли уже мою точку зрения. Что я считаю, что звания в CSGO это полная дичь. И что реально нужны новые звания в этой игре. Ну и теперь я отвечу на самый главный вопрос. Почему не добавляют бесконечные звания? Это самое лучшее, что вообще существует именно со званиями. Так как его можно бесконечно апать. И вы никогда не пройдете, допустим, эту игру. Это наличие читеров в CSGO. Да, ребята. Это наверное самая-самая большая проблема этой игры. Большое комьюнити наше в CSGO борется с этими читерами. Но пока что ничего с этим не происходит. Ну и самое главное, как я считаю. Пока компания Valve не начнет реально серьезно с ней бороться. Победить мы их не сможем. Ну и только представьте. Сегодня ввели новую систему рангов. Убрали глобала, всяких супримов. И вам дали очки. То есть как ММР в дот. Ну и сразу же появится еще больше читеров. Так как сейчас у них цель дойти до глобала. А потом у них даже не будет ограничения. Они будут апаться и апаться. И их станет так много, что это, мне кажется, будет жесть. И вот, ребята. Если вы сейчас со мной согласны с этой моей небольшой теорией. Если можно так сказать. Тогда поставьте лайк. Ну и обязательно напишите в комментариях, как же вы считаете. Стоит ли вообще обновлять систему званий в CSGO? После того, как в CSGO уже не станет читеров. Не знаю, возможно это или же нет. Но будем надеяться. В этом ролике вы узнали все проблемы званий в CSGO. Чего на самом деле хочет комьюнити. Ну и что было бы реально выгодно для компании Valve. Я хочу сказать тебе большое спасибо. И я надеюсь, что ты уже успел подписаться до 300 тысяч. Ну а меня зовут Алекс. Всем удачи. И до скорых встреч.